Информационная программа новости 24 продолжит эфир телеканала ННТ в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Прямо сейчас о том, что ждает вас сегодня в выпуске. Ненадлежащие условия хранения и некачественные продукты. Чем кормят детей в макачукалинских школах, узнавали наши корреспонденты. Орден высшего в республике значения во второй раз получил Хабиб Нурмагомедов. Сотрудничество с именитым спортсменом и его отцом правительство региона назвали важным. Суровые дагестанские женщины куют железо и изготавливают сабли. В селении Харбок до Хадайского района живет потомственный кузнец Джабгарат Рабаданова. За последние годы выросло число заболеваний, связанных с некачественным, а порой даже опасным питанием в школах. По всей стране идет масштабная проверка общепитов. Не стало скручением и Дагестан. Вопросом заинтересовалось объединение потребителей России. На этот раз в составе рабочей группы была проведена проверка в одной из школьных столовых города. Тему продолжит моя коллега Азумруд Гамидова. В 39-й Махачкалинской школе незапланированные гости. Путь завтраков и обедов от пищеблока до столовой оценила комиссия в составе Службы общественного контроля и Росельхознадзора республики. Пристальное внимание не только к разнообразию меню, но и условиям хранения продуктов, к их срокам годности. Нарушение здесь удалось установить сразу. Именно хотелось бы заострить внимание, кроме реализации той же молочной продукции на территории школы или иной готовой продукции, особое внимание хотелось бы заострить на посторонних продуктах, которые не включены в меню столовой. То есть это дополнительная выпечка, дополнительные кондитерские изделия, соки, жвачки, конфетки. То есть все это мы видим, и ни ценников, ни каких-то сопроводительных документов ничего абсолютно не могут предоставить. Мы заострили внимание на одном продукте, то есть на молоке, потому что это молоко один из лидеров фальсификата. В ходе рейда комиссия проверяла пищеблоки сразу по нескольким параметрам. Это наличие буфетной продукции, меню и его соответствие тому, что предлагается детям по факту. Санкциям подвергнутся и поставщики продуктов питания, в работе которых специалисты Росельхознадзора также нашли массу нарушений. Выяснилось, что в школе не ведется ведомость контроля за питанием. Они обязательно должны весь уголок менять, чтобы родители могут быть информированы. Но на фоне негативных моментов есть и достижения, которые в идеале должны брать за образец нормы. Так, к примеру, анализ сливочного масла показал, что его в школьную столовую поставляют высокого качества. Специалисты Росельхознадзора считают, что участие представителей общественности в этом процессе позволяет сделать проверки еще более эффективными. Данные мероприятия проводятся постоянно или по обращению, соответственно, руководителей медицинских учреждений, детских садов, соответственно, руководители жалуются на то, что данная продукция вызывает сомнение в качестве данной поставляемой продукции. И мы в рамках этих обращений или в рамках поручения правительства проводим проверки. В контроле общественников и надзорных органов, говорят организаторы рейда, это всего лишь маленький шаг в борьбе за вкусное и качественное питание школьников. Проверки продолжатся и в других школах республики. Замрут Гамедова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Хабиб Нурмагомедов и его отец получили ордена, высшую госнаграду Дагестана чемпиона UFC, и его тренеру вручил глава республики Владимир Васильев. Руководитель региона назвал важным сотрудничество с именитым спортсменом. Вместе с тем Васильев подчеркнул, что семья Нурмагомедовых своими достижениями заслужила признание. Для Хабиба это второй орден за заслуги перед республикой Дагестан. Первый был вручен год назад. Своей стороны Нурмагомедову поблагодарили главу за высокую оценку. Они поделились своими предложениями по строительству социальных объектов и привлечению в регион инвестиций. Сразу два парка вместо мусорной свалки. В селении Сергакала благоустроили территорию в рамках программы «Комфортная городская среда». Очистка территории 7 гектаров шла в течение полутора лет. Работы включили в себя укладывание плитки, установки скамейк и спортивных сооружений. Долгожданный и необходимый подарок вручили жителю Избирбаша. Представители регионального общероссийского народного фронта подарили мужчине инвалидную коляску от имени главы государства. Инвалид первой группы Магомед Магомедов летом этого года обратился на прямую линию президента страны с просьбой выдать коляску с электроприводом. У мужчины есть коляска с ручным, но Магомеду стало сложно ей управлять. Последние два года он практически не выходил на улицу. Несколько лет подряд он тщетно обращался в главное бюро медико-социальной экспертизы, но всякий раз ему отказывали. Я более трех лет, как обращаюсь в ТЭК, мне врачи выписали, как я нуждаюсь, что в тяжелом состоянии. Мне его не выписывают, ссылаясь, что у меня руки работают, а на здоровье не смотрят, в каком я состоянии, и что у меня руки не имеют, и что здоровье не позволяет с ручным приводом. Поэтому я уже на прямой эфир обратился, хотел бы поблагодарить Владимира Владимировича Путина за все, что он делает. Также хочу поблагодарить его за то, что он не оставил без внимания мое обращение. Магомедов получил перелом позвоночника в результате аварии в 2003 году. Мужчина живет с семьей на съемной квартире. Большая часть его пенсии уходит на квартплату, остальное на лекарства и еду. Сегодня такой торжественный случай по распоряжению главы республики Дагестан Василия Владимировича и присутствии главы города Исаакова Магомеда Курбан Кадьевича. Мы уручили ему коляску автоматизированную. Я думаю, что теперь у него появится реальная возможность выходить в город и пользоваться теми благами, которые сегодня в городе Сбербаши есть. Мастерство, посильное не каждой женщине, освоила героиня нашего следующего сюжета. В широко известном ауле оружейников в Дахадаевском районе живет Джавгорат Рабаданова. Она кует железо и изготавливает сабли со школьного возраста. И в этом, считает она, ничего удивительного. По преданиям самих арбукцев, они являются потомками кузнецов из войска Александра Македонского. Древняя традиция изготовления оружия продолжает жить. Алина Багилова убедилась в этом. Что вы думаете при слове «кузнец»? На ум приходят суровые мужчины в фартуках, кующие мечи для воинов разных мастей. А что, если кузнец не мужчина, а женщина? Найти женщину кузнеца – большая редкость, но только не в дагестанском селении Харбук. У жительницы села Джавгорат потомственного кузнеца день начинается не с привычных забот домохозяйки, а с литья и копки. Почти все женщины в ауле владеют кузнечным делом. Им призваний выбирать не пришлось, ведь мастерство в селе Харбук передается из поколения в поколение. Это вам не девичья комната, повсюду железо, закопченные стены и потолки, шум от которого болит голова и уши. Кузнечное дело Джавгорат освоила еще будучи школьницей. И вот уже на протяжении 40 лет ее любимая работа – ковка холодного оружия. Вот надо бить молотком, чтобы получилась вот такая форма. Так при помощи огня и простого железа рождается оружие, придавая куску твердого металла любую форму. В ковке главное рассчитать направление и силу удара молотом, ведь это требует многолетнего опыта и внимания. Визитная карточка Джавгорат – булатная сталь. Клинки изготавливаются по старинной технологии предков. Осилить такой ремесос может не каждая женщина. Изнеженный городским комфортом практически невозможно. Очень сложно. В среднем на одной изделий уходит неделя. Сначала куется сталь в кузнице, затем полученный клинок шлифуют в точильне 7-8 часов. Последняя стадия – ювелирная обработка. У Джавгората можно заказать любое оружие из кованого металла – от простого карманного ножа до топора, саблей и мечей. Такие ножи носили наши женщины под платьем для самозащиты. Раньше нападали друг к другу, село там. У каждого человека три кинжала. Домашний кинжал всегда висел на стене. Домашний, такой длинный кинжал был. Ну, вот такой длинный кинжал был, который постоянно висел на этом ковре. А другой кинжал был, на поясе носил, праздничный. А третий – резали барашку, корову, вот такие маленькие, всегда носили. Это зульпукар. Это сделано наподобие нашего пророка. Жители села Харбук смогли сберечь народные промыслы, традиции села, тем самым сохраняя культурное достояние нации и передавая его будущим поколениям. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, Саид Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. Турецкие врачи и специалисты в области эко- и урологии прибыли в Махачкалу. На базе клиники профессора Азизова они провели врачебную конференцию по вопросам бесплодия и других проблем репродуктивной функции человека. Для обмена опытом сюда съехались не только ведущие доктора республики, но и специалисты из соседней Чечни. Профессор Ахмед Азизов считает, что у турецких коллег есть чему поучиться и связывает активное внимание конференции с высоким уровнем качества турецкой медицины. Кроме этого, отмечает он, встречи международного значения на базе медицинской компании проходят регулярно. В рамках международного сотрудничества мы приглашаем к нам различных специалистов. В прошлом году к нам приезжали специалисты из Казахстана и проводили семинар, конференцию на нашей базе. Сейчас приехали специалисты из Турции. В Турции достаточно передовые технологии. Они в основном работают на американском оборудовании, проходят специализацию обучения в Америке. И медицина на мировом уровне в Турции достаточно высокого уровня, высокого класса. Поэтому нам очень интересно и интересно нашим коллегам из Дагестана. Тема актуальна не только для Дагестана, но и для всей страны. Статистика бесплодных пар удручающая. В этой связи вопросы репродукции активно обсуждались в формате беседы. Турецким специалистам присутствующие врачи задали интересующие их вопросы. Гости республики успели провести прием в местной клинике и делиться впечатлениями. Я приехал из Турции в Дагестан и провел несколько приемов с парами, имеющими проблемы с зачатием. Я сделал соответствующее назначение, но хотелось бы помочь каждому из них. Мы намерены и дальше сотрудничать с клиникой Азизова. И в случае необходимости помогать пациентам, которые сюда обращаются. Я приехал в Дагестан впервые. Здесь очень приятная атмосфера. И мне бы хотелось сохранить дагестано-турецкие отношения в области медицины и дальше. Мы осмотрели много пациентов. На данный момент совместно с клиникой Азизова продумываем наше взаимодействие в работе механизированной хирургии в области урологии. На базе этой клиники мы видим возможным дальнейшее сотрудничество. С большим интересом также были выслушаны и выступления дагестанских врачей. Они представили доклады об эндоскопической урологии и лазерной хирургии при мочекаменной болезни. Около 200 грэпплеров из разных уголков Дагестана сошлись на турнире UF Open на призы спортклуба Universal Fighters. Соревнования прошли в Махачкале в одном из новых филиалов этой академии. По регламенту участие могли принимать атлеты, не имеющие побед на официальных первенствах республики. Для многих этот турнир стал дебютным. Здесь спортсмены всех возрастных категорий смогли проверить свои навыки и прочувствовать соревновательную атмосферу. Победители получили клубную экипировку, медали и грамоты. Заниматься в зале это одно, надо получать соревновательную практику. Честно говоря, молодые ребята показывают такую технику, что даже в взрослой борьбе можно редко заметить такую технику. Они и на болевые выходят, и защищаются умело. Видно, что с каждым годом, с каждым турниром рост идет. Дагестанский футболист Магомир Шапи Сулейманов признан лучшим молодым игроком российской премьер-лиги по итогам прошлого сезона. Форвард Краснодара стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года. В голосовании участвовали 96 человек. Впервые в истории победителями стали сразу два футболиста. Вместе с Сулеймановым 300 баллов набрал его одноклубник Матвей Сафонов. 19-летний выходец Дагестана сыграл в прошлом сезоне 20 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов. Также он три раза отличился в Еврокубках, забив таким клубом, как «Порту», «Байер» и «Валенсия». Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадиша Курбанова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова